Приветствую вас, и начну с того, что скажу, что очень хорошо, что вы написали всю историю, так гораздо лучше можно понять, что с вами происходит, причины этого, и дать вам более конкретные рекомендации. Значит, что у вас сейчас происходит? Давайте начнем сначала. Значит, вы влюбились в мужчин старше вас очень, намного влюбились, вы с него были еще ребенком, но у вас ничего не получилось, кроме секса. Далее прошло время, у вас был мужчина, муж, но с ним у вас ничего не получилось. Вы знаете, из ваших слов, из вашего письма я сделал вывод, что вы очень активный человек, всем интересуетесь, пытаетесь познать. Собственно, это одна из причин, по которой вы общаетесь с людьми массажа. Вы пытаетесь все познать, вы пытаетесь все достичь. И вот этот мужчина, о котором у вас сейчас идет речь в письме, он для вас был чем-то недостижим. Вы сами того же не желая его идеализировать. И он для вас был на невероятной высоте. И когда вы его потеряли, этот факт взаимодействия с него остался нерешенным и до конца решенным. У вас была своя жизнь, вы пожили, потом вы встретились с ним вновь. И вот сейчас вы понимаете, что в общем-то человек, ну он не такой, как вы действительно его воображаете. Ну, не такой особенный, он достаточно упрямый, ограниченный, стереотипный в плане отношений к женщине, да. И все это, все это в нем есть. И вам он не подходит, потому что откровенно не соответствует вашим требованиям, вашим интересам, вашим запросам. А что же тогда? Почему вы испытываете психологическую и физическую зависимость? Почему? Возможно, вы так сильно переживаете, что у вас был мужчина, муж, вы с ним будем были вместе. Потом у вас начали отношения портиться, и вы переключились на этого мужчину. То есть, вы по сути не были одна. Возможно, вы боитесь сейчас остаться в одиночестве. Возможно, вы опасаетесь, что больше ни с кем не будете. Возможно, вам кажется, что вы просто недостаточно хороши для этого мужчины. И вот этот момент, этот момент, мне бы и хотелось обсудить с вами несколько подробностей. Дело в том, что в вашем сообщении задалось впечатление, что вы стараетесь постоянно что-то ему доказать. Мужчина доказала. Вы хотите доказать ему, что вы умная, что вы взрослая. Вы хотите доказать, что вы не тот ребенок, которым когда-то был. И, скорее всего, ваша зависимость заключается в том, причина этой зависимости заключается в том, что он не может принять вас всерьез. Он не хочет принять вас всерьез. Он, если это сделает, он будет выглядеть на вашем фоне очень блёкно, очень бедно, очень низко. А так, так своим поведением он поддерживает образ мудрого взрослого мужчины. Хотя, на самом деле, просто ничем интересуется и имеет очень ограниченный круг интересов. И вот это вам нужно понять. Перестать стараться ему что-то доказать. Перестать вообще доказывать кому-либо что-либо. Вот этого делать не нужно. Кто хочет, тот поймет сам все. Кто не хочет, как не объясняет, как не доказывает, ничего никогда не объясняет. И не доказывает. Это, что касается, значит, данного момента. Дальше. Поскольку у вас действительно разыгралась зависимость, то, как и любая другая, да, зависимость, это следствие некоторой душевной пустоты. Некоторых неудовлетворённых потребностей, которые вы с мужчиной, можно сказать, удовлетворяете. То есть, мужчина отчасти для вас это средство для реализации своих потребностей. Вопрос заключается в том, какие именно потребности вы пытаетесь с ним реализовать. Вот давайте посмотрим правде лицо. Вы хотите с ним погулять, вы хотите с ним что-то поделать, вы говорите вам скучно, прочее, прочее. Это всё то, что обращено на вас. Но ведь когда человек любит, он хочет делать счастливым именно того кого-либо. И вы знаете, что вашему мужчине для него, собственно, нужно немного, очень немного. И вам этого явно недостаточно. Вы готовы дать ему весь мир, а весь мир ему не нужен. Получается. Ну, я, конечно, утрирую здесь, но я думаю, смысл есть. Вы пытаетесь сдать ему то, что у вас есть, а он это не принимает. То есть, вы понимаете, что ему не нужно то, что у вас есть. Ему не нужно то, чем вы богаты. Ему это просто не нужно. И, соответственно, вы продолжаете с ним, вот продолжаете к нему стремиться. Вы продолжаете с ним желаться не быть. Если ничего, можно сделать свой. Либо вам не хватило в детстве опеки, детской, родительской заботы, тепла и любви. На это косвенно указывает раннее начало вашей половой жизни. Либо вы просто боитесь остаться одна, без, как я еще раз говорил, о мужчине. Либо у вас в чем-то есть неуверенность в себе. Вот когда вы пытаетесь доказывать человеку, что вы уже взрослая, что вы серьезная, что вы умная, что вы знаете что-то. Вы как бы доказывая, вы боретесь со своим внутренним страхом, что это не так. То есть, боретесь с неуверенностью в себе. Вот неуверенность в себе, страх оказаться все той же глупой девушкой, как от которой вас выставил этот мужчина. Возможно, и является причиной вот этого вот ощущения, этого вот того, что вы чувствуете. Если это так, то тогда, простите, неуверенность в себе и сомнение нужно разрушать. Как? Ну, во-первых, повышать самооценку. Чувствовать, что вы достойны видеть воочию, реально, свои успехи. Успехи какого плана? То, что вам интересно, то, что вам важно. Если это получается, вы видите, что вы действительно достойны, что вы умны, что вы находите общий язык с людьми и прочее. Но необходимо повышать свою самооценку. Работать в сфере своих интересов, своих желаний, добиваться и достигать успехов. В обход мужчин. В обход любых мужчин. Общаться с ними как с умными людьми? Пожалуйста. Общаться как с наставниками? Пожалуйста. Но не стоит путать личные отношения и непринужденное общение, направленное на внутреннее обогащение. Если у вас есть сомнения относительно того, что вы недостаточно серьезно, нужно понять для вас, в первую очередь, что необходимо, чтобы вы себя такой почувствовали и начать работать в этом направлении. Потому что зависимость, любовная зависимость, это всегда невозможность тренировать свои потребности, не относящиеся к личным отношениям с этим человеком. И тут на самом деле все налицо. Человек не отвечает вашим требованиям, вы с ним не развиваетесь и вы не можете без него, потому что вы привыкли ему доказывать, что вы уже взрослый человек. Вот в этом и встречается парадокс. Поэтому как только вы начнете целенаправленно показывать, что вы уже состоялись, добиваясь успехов, надобность в этом мужчине вас отпадет. А когда вас заметят другие мужчины и оценят удостовольствие, вы вообще просто посмотрите на него и скажите больше с кем я общался, с кем я на кого я тратил свое время. Так все будет. Пока что вам необходимо просто как можно больше себя нагручать, как можно больше получать впечатлений, как можно больше себя занимать, чтобы не было свободного времени, чтобы вы вставали, чтобы получали новые впечатления, и постепенно вытесняли этими впечатлениями из своего сознания мысли о мужчине, чтобы осталось только то, что вам действительно нужно рядом с ним. И когда вы это поймете, вы легко этого добьетесь пензамом и избавитесь от этой самой зависимости. Потому что зависимости шеи – привычка. В основном эта привычка заключается в том, что вам стабильность. Как и любая женщина, вы выстремитесь в стабильности, если это действительно так, то ничего удивительного нет, что вы сейчас переживаете. Но как долго вы почувствуете внимание к себе других мужчин, я думаю, проблем не важны. Ибо вы уже поняли, что тот мужчина, о котором мы мечтали, он действительно оказался не совсем тем, кем он действительно есть. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился сумасшед, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарен.